Друзья, несколько дней назад я публиковал обращение к моим леволиберальным друзьям. И так его и назвал, по-моему, я протягиваю руку к моим леволиберальным друзьям. И кто-то послал мне такое сообщение, упрек. Как это так? У вас есть такие друзья? Вот у меня нет таких друзей. Вот интересно, какие у вас друзья? Кто-то скажет, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. А? У тебя такие друзья. Я должен вам сказать, да, у меня такие друзья. Более того, есть друзья у меня и ученики, которые учились у меня. Может быть, это говорит плохо о мне как об учителе, или может быть, хорошо, как о мне учитель. Потому что я последние 30 с лишним лет был директором школы, учителем в школе. И после этого продолжаю заниматься студентами колледжа. И последние годы в нашей организации Рэйдж через нас прошло, ну, как минимум, 6 тысяч учеников. Поэтому, наверное, у меня в общей сложности, я думаю, может быть, тысяч 10, так вот сказать, людей, которые прошли в той или иной форме, если через какие-то мои школы или программы. И, конечно, есть совершенно разные абсолютно люди, естественно, да. И среди них есть люди, которые любят социализм и поддерживают Берни Сэндерса. И среди них есть люди, которые говорят, как это так? Как Израиль относится к Газии и арабам, и детям там? И почему Израиль стреляет по Газии и там погибают невинные ни в чем люди? Я, конечно, могу вам сказать, эти люди используют как живой щит террористами. Если вы хотите защитить этих людей, спасти этих детей, надо бороться с терроризмом. Как с ним бороться? Но, тем не менее, эти люди осуждают агрессивную политику Израиля и поддерживают, так сказать, какого-то рода разные всякие идеи мира, которые нужно Израилю навязать. Я так думаю. И вопрос, почему я протягиваю им руку? У меня вопрос вам, друзья, которые согласны с теми, кто меня за это, может быть, осуждают. А что бы вы хотели, чтобы я сделал? Вы хотели, чтобы я объявил их врагами народа, и чтобы я не протягивал им руку и сказал, я вас больше не хочу знать, да? И чтобы мы эту часть еврейского народа объявили врагами народа и отрезали, и сказали, забыть о них, они предатели. Наверное, вы хотели бы, чтобы мы объявили их предателями? Вы знаете, в связи с этим я хочу как раз упомянуть очень интересный вопрос о предателях. Это интересный вопрос, потому что и много было большевиков, которых, даже деятели коммунистической партии, которых расстреливал Сталин. Я помню, что в одном из рассказов один из сталинских министров говорил о каком-то расстрельном евреи, сталинском, так сказать, тоже помощнике. И он сказал, что в момент расстрела он читал еврейскую молитву. Интересный момент. Вспомните на секундочку, о чем я сейчас говорю, может быть, вы согласитесь или нет. Интереснейший духовный момент для понимания нашего отношения к людям, нашего отношения к братьям, нашего отношения к миру, и самое главное, нашего отношения к самим себе и к своей собственной человеческой природе. И вообще принципиальный вопрос, конечно, верим ли мы в то, что люди могут меняться? Еще важнее. Верим ли мы в то, что мы сами можем измениться? Потому что если человек не верит, что он может измениться, он, конечно же, не верит в то, что и другие могут измениться. Но если человек верит в других, это проекция его собственного отношения к самому себе. Так вот, интереснейший духовный вопрос. Мы знаем, что у основателя еврейского народа про отца Авраама был сын Ицхак. И этот сын Ицхак был великим мудрецом и пророком, у которого было два сына. Один, казалось бы, хороший, Яков праведный. А другой, казалось бы, плохой негодяй Исав, и говорится в Торе, и возлюбил Ицхак Эйсава. Представляете себе? Ицхак любил Исава. Вы что думаете, что он был такой наивный дурачок, Ицхак, что он любил Исава? Да, но он ведь ошибся. Ведь Исав оказался негодяем. Вы знаете, именно от Ицхака мы очень многому учимся. Мы спрашиваем, а почему, собственно говоря, Ицхак любил Исава? Почему протягивал ему руку, ему, плохому? Почему он хотел богословить именно его? Мудрецы говорят, что он понимал, что два его сына разные по самой своей природе люди. Яков был человеком шатров. Он сидел в шатре и познавал Тору. А Исав был человеком поля, он был человеком физического труда, он был охотником. Он был таким непослушным, может быть, чем-то мальчиком. Но отец верил в то, что комбинация духовного и физического, духовного и материального – это та гармония, которая должна быть. И что если Яков будет источником света, то Яков будет преодолевать тьму. Если у Ицхака было два сына, он думал, что один Яков будет творить добро, а Исав будет бороться со злом. И требуется в жизни и то, и другое. И, кстати, тот факт, что Исав, казалось бы, не состоялся, вынудил Якова исполнить также миссию своего брата. И потому он стал Израилем, то есть народом Израиля. Получил второе имя, потому что на самом деле он должен был выполнять и работу того парня, так сказать. В этом был на самом деле смысл. Какое следствие практическое мы видим в истории этой семьи, нашего народа, того, что Ицхак любил именно Исава? Первое – это то, что когда получал благословение первородства не первенец Исав, а другой сын его все-таки Яков, то отец Ицхак не знал, кому он дает. И он дал именно то благословение, которое предназначалось для борца со злом Исава. Он дал это Якову, который в конце концов станет Израилем. И говорится, что когда он не знал, кто перед ним стоит, а он сомневался, кто же в конце концов стоит перед ним, то он понюхал его одежды. На иврите это ваярах, рех, бгадав. Слово одежда на иврите происходит от слова бгеда на самом деле, измена, предательство. Друзья, мы с вами как раз говорим о предателях нашего народа, правда? И говорит там Талмуд, и Траша приводит слова мудрецов Талмуда, то, что он понюхал, не имеется в виду, что он понюхал на физическом уровне, здесь двойное, но он почувствовал, что от человека, который стоит перед ним, у него будут потомки. И среди них будут предатели, предатели идей духовности, предатели народа Израиля. Там будут сторонники всякого БДСа и бойкота Израиля, и поддержки террористической организации, и может быть там всего чего только нет. Там будут такие люди. И тогда он сказал, да, ему именно я это благословение дам. Вот для него именно, а какое же благословение я ему даю, чтобы как далеко не ушли его потомки, его дети от добра ко злу в этой самой борьбе со злом, в этой самой борьбе с тьмой человек находится в опасности стать частью тьмы и частью зла. Именно ему нужно было это благословение, ему нужна была любовь отца, чтобы он, его потомки не потерялись даже во тьме. И потому там вот приводит пример. Именно на этот момент благословения, которое дает отец, казалось бы, он думает одному ребенку, а получает его другой ребенок. Суть благословения одна и та же. Но как это благословение реализовалось? На практике в жизни. Когда римские солдаты стояли вокруг Иерусалимского храма, который они готовы были разрушить, то сначала генерал приказал войти в этот храм и его разграбить, взять богатство, а потом сжигать и разрушать. И римские солдаты стояли в нерешительности, потому что они трепетали перед еврейским богом. Нашелся среди них только один, который, ему было все равно, у него не было никакого уважения и трепета перед иудаизмом и еврейским богом. И, конечно же, это был еврей, Йоси-еврей. Это был еврей, который сохранил даже еврейское имя. Но, тем не менее, он был гордым легионером. Как говорили немецкие евреи, просвещенные им, мы гордимся тем, что мы немцы, иудейского происхождения. Как здесь есть американские евреи, которые гордятся тем, что мы американцы, иудейского происхождения. Вот был такой римлянин, иудейского происхождения, который с оружием в руках воевал за Римскую империю, утверждая, что в первую очередь он римлянин. А потом уже проблема Ближнего Востока. Поэтому судьба Израиля, да, он на стороне Великой империи. И он с оружием в руках пришел воевать со своими еврейскими братьями и разрушать их святину в Иерусалиме. Я думаю, что сегодня нашлись бы такие тоже, правда? И вот он сказал, я могу зайти в храм. Он зашел в храм, и он вынес оттуда минору, потому что сказал генерал, что тот, кто войдет, то, что он вынесет в награду за то, что он вошел первым, преодолев страх, и указав путь всем остальным входить за ним, это ему будет наградой, то, что он вынесет оттуда. И вы знаете что? Посмотрел генерал, сказал, нет, это слишком ценный подарок, нам он будет нужен для всего Рима, потому что, если вы были в Риме и видели Аркутита, то там ведь изображена минора, правда? Значит, они ее оттуда из храма вынули и принесли в Рим показать на параде победы над Израилем. И вот когда еврей вынул эту минору, вынес оттуда, ему сказали, ня-ня-ня, это ты даешь нам, а теперь зайди возьми что-то еще. А он говорит, я не пойду. Как ты так-то не пойдешь? Ты же можешь разбогатеть, войди, все, что ты возьмешь, оно твое. А он говорит, нет, я уже достаточно разгневал, прогневал моего Творца. Что? У тебя что, крыша поехала? Вошел в синагогу, у тебя крыша поехала, да? А он говорит, я не пойду. А ему говорят, мы тебе прикажем, и ты пойдешь. А он говорит, я не пойду. Он говорит, мы тебя будем пытать. Его начали пытать. И он под пытками отказывается идти и говорит, я прогневал моего Творца. Его пытают до смерти и казнят. И он умирает. Он умирает как еврей. Он умирает как праведник. Мудрецы говорят, вот это и есть реализация. Благословение Ицхака, своему сыну Якову, чтобы даже оторвавшиеся от его потомков евреи, которых можно назвать, как Биби Натаньяо называл американских некоторых евреев, self-hating Jew, ненавидящие самих себя евреи, чтобы даже эти евреи тоже могут вернуться к своему народу. Это тоже удивительная, кстати, история Хануки, потому что ведь он вынул Минору. И мудрецы спрашивают, а почему, собственно, до того он так не говорил, а после этого он так заговорил? Потому что он соприкоснулся со святостью храма. Сам факт, что он туда вошел, изменил его судьбу. Наверное, я когда отошел в московскую синагогу, моя судьба изменилась тоже. Может быть, тоже вы встретились с кем-то когда-то или соприкоснулись с чем-то в своей жизни. Может быть, что-то изменилось после того, как вы соприкоснулись со светом. Вы вдруг почувствовали свет в своей душе. Вы открыли что-то внутри себя, правда? То же самое произошло с ним. Это лишь только показало, что в нем это было. И это раскрылось. Потому в каждом еврее есть эта святость, искорка святости прежде всего своего народа. И это великая история праздника Хануки, что ведь война-то тогда не была между евреями и греками на самом-то деле. Война была между либеральными греческими евреями, эллинизированными евреями, которые проявляли нетерпимость к своим еврейским братьям, которые преследовали их, как всегда, именно евреи преследовали своих братьев. Самым нетерпимым образом. Евсеки в Советском Союзе разрушали синагоги так, что Сталину было страшно это слышать. Сталин защитил еврейский театр Хабима от преследования еврейских социалистов и большевиков. Это евреи до протяжения истории творили вот эти саморазрушительные вещи. Почему? Потому что в этом проявляется борьба с самими собой. Это же проекция гнева. Это же доказать самому себе, что я другой, я не такой, как они. Они, эти евреи, раздражают меня. Поэтому в первую очередь я хочу их. Поэтому в Израиле таково столкновение, так сказать, этих двух миров. Правда? Но тем не менее мы видим, что это было возрождение еврейского духа. Это когда эллинские евреи стали евреями. Это когда дети и внуки революционеров и большевиков пробудило из них еврейство. И они стали отказниками и борцами за еврейскую культуру, за возрождение еврейства, за выезд из Советского Союза. Правда? В этом смысл любви Цхака к своему сыну Исаву. И это было не напрасно. Но если мы задумаемся еще чуть-чуть глубже. Вы скажете, да, но ведь Исав-то никогда не раскаялся. Получается, что его благословение и желание благословить Исаву было ошибкой. Я скажу вам, нет. Это вера в человеческую природу. И понимание того, что мы не живем, евреи, ради себя. А мы, как мудрецы нам сказали, как пророки нам написали, как Тура говорит, должны помнить о своей миссии света и быть светочем для народов. Показывать своим примером благородства, справедливости, нашей морали, нашей этики, нашего поведения по отношению к миру и людям. Еврей не может быть расистом. Еврей не может посмотреть на человека другой национальности, другого вероисповедания, другой культуры, другой нации, другой расы свысока. Потому что мы служим им. Свет храма был для всех народов мира. И приносились там жертвы и возносились молитвы во имя всех народов мира. И когда мы говорим о приходе Машеха, это не приход Машеха для евреев. Давайте немножко посмотрим шире. Это же время, о котором говорят наши пророки, когда перекают народы мира мечей на оралы и не будут больше учиться войне. Когда все признают моральные, этические ценности, которые пришли в этот мир с небес. И это наша миссия историческая нести этот свет, даже страдая, несмотря на все преследования Холокоста и на всю ненависть антисемитизма. Потому вера в то, что потомки Исава, потомки Исава, в конце концов, протянут руку потомкам Якова. Но произойдет это тогда, когда Яков, и это будет на следующей неделе, мы будем говорить об этом, когда Яков будет встречаться со своим братом Исавом. Тот пошлет ему подарки. Он ему скажет то, что нужно будет сказать. Он сделает это от чистого сердца. Потому он и подарки дает ему, для того, чтобы, давая пробудить в себе любовь, искреннюю и настоящую к народам мира. И тогда народы мира, видели Исава, пойдут ему навстречу, обнимут его и поцелуют его. Как говорит Рабишима Барьяхай, комментарий, который подводит Раш, комментарий Талмуда. И это будет на этот раз от чистого сердца. Это времена будущего прихода Машеха и исправления мира. Поэтому, когда мы говорим о приходе Машеха, понимаем ли мы о том, понимаем ли мы то, что речь идет о исправлении человечества. И можно надеяться, верить, стремиться и действовать ради исправления человечества, лишь только веря в то, что человеческая природа может исправиться. И никто иной, как Исхак, который является символом мужества и силы, никогда не отчаивавшийся, который преодолевал сомнения и научил нас верить в человеческую природу, сдерживая свой гнев, сдерживая отчаяние, сдерживая разочарование, проявляя любовь. Удивительно, мужественный человек не выгнал своего сына, негодяя Исава. Он продолжал держать его у себя в доме, продолжал его любить, продолжал стремиться его благословить. Он научил родителей в нашем поколении не выгонять своих отошедших от Торы и заповедей детей, продолжать их любить, продолжать их благословлять, верить в то, что они вернутся к своему народу. И если они, то их внуки или правнуки. И таким образом верить в свой народ, верить во все народы на земле, и самое главное, самое трудное, верить в самого себя, что и ты тоже сможешь изменить себя, и исправиться, и стать лучше. Итак, друзья, любить окружающих людей и верить в них нужно, начиная с того, что нужно любить и верить в себя, как сказано, возлюбить ближнего, как самого себя. Всего хорошего вам шаббаса, шаббат шалом.